Откровение о Папах было дано Святому Малахии Маргейру Ирландскому в 1139 году. Как повествует история, когда он совершал паломничество в Рим, чтобы увидеть там Папу, то уже подходя к городу он увидел видение обо всех Папах, вплоть до самых дней Великой Скорби. И тогда он записал целую серию коротких фраз на латыни обо всех 112 Папах, за исключением последнего, которого я писал наиболее подробно. Написано там, что во время последних особо сильных гонений Святой Римской Церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний, по завершении чего город среди холмов будет разрушен, и судья страшный будет судить народ свой. Итак, я вас обоих знаю уже давно. Но вы люди настоящие, ищущие правды. Вы проанализировали эти пророчества обо всех 112 Папах. Расскажите мне, какое из всех этих предсказаний вас больше всего поразило. И к тому же, все ли эти пророчества были верны? Я скажу так, что когда я начал исследование этих пророчеств, то не был расположен их принимать. Я же не католик, а протестант. Сперва я относился к ним с недоверием. Некоторые из этих откровений показались мне расплывчатыми. Некоторые из этих пророчеств описывали детали гербов этих Пап. А некоторые говорили о событиях, которые произойдут во время правления того или другого Папы. Некоторые утверждения, выглядевшие на первый взгляд чересчур смелыми, оказались потом настолько точными, что всякие сомнения в истинности этих откровений отпали. Например, там было пророчество, особо привлекшее мое внимание. Это было о Бенедикте XV, правившем с 14 по 22 год прошлого столетия. Там было сказано «религия де популата», что практически означает, что церковь, как организация, обезлюдена. И мы знаем, что в эти годы произошла Первая мировая война и большевистская революция, которые были разорительны как для Европы, так и для церкви, после чего миллионы людей отвернулись от религии и начались гонения против церкви. И цель Ленина была уничтожить религию, в результате чего произошло такое массовое отступление, которого еще не знала история. Вот так точно это было предсказано. А почему вы утверждаете, что этот новоизбранный Папа будет последним из них? Потому что он самый последний из списка у Малахии. Я же уже процитировал, что это будет время жестоких гонений, великих скорбей, когда судья страшный будет судить народ свой. И все это совпадает со сказанным в книге Откровения. Эта тема особо раскрывается в 17 главе Откровения, где говорится о городе на семи холмах. Хочу вам сообщить, что, сперва услышав об этом пророчестве, я даже не хотел и близко к нему подходить. Но после того, как я поговорил с ними по телефону, познакомился с их исследованиями, убедившись, что их выводы в области духовных исследований блистательны, я чувствую, что то, что вы тут услышите, это просто изменит ваше представление о последнем времени. Например, им удалось добраться до секретной информации из Ватикана о том, что они имеют связь с инопланетянами и исследуют этих жителей якобы с других планет. И это сильно повлияет на ваши знания о последних днях. Мы сейчас вернемся. Вы знаете о том, что Библия предупреждает о грядущем заблуждении, которое придет на землю из-за того, что люди не будут принимать истину, а будут верить всякой лжи в эти последние дни. И сейчас вы услышите то, что переменит ваш кругозор относительно последних дней. Том, я верю, что Бог избрал тебя для того, чтобы ты делал свою работу в исследовании о последних днях. Но вскоре после того, как ты уверовал, ты умер. Расскажи мне об этом. Тогда я был молодым, ищущим Бога верующим. И вот однажды, когда я лежал дома на постели, я вдруг обнаружил себя стоящим перед ярким белым светом. И я знал в самом себе тогда, что стою в присутствии Бога. И он сообщил мне некоторые вещи, о которых он мне сказал, что я их не запомню, когда вернусь обратно в тело. И следующее, что я помню, это что когда я вернулся обратно в тело, я снова оказался в своей постели. Я быстро встал, сделал глубокий вдох и увидел стоящую рядом жену с вытаращенными глазами. Короче говоря, она встала посреди ночи и обнаружила меня мертвым и проделывала всякие вещи, чтобы проверить, действительно ли я умер. И меня очень смущало то, почему Господь показал мне все эти вещи и однако же не дал мне запомнить их. В то время я решил читать Библию полностью. И я тогда молился, «Господи, почему Ты показал мне все это и однако же не дал запомнить?» И тут, когда я читал книгу Иова, 33 главу стихи с 15 по 17, то там было написано, «Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвезти человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость». И потом Том обнаружил, после 25 лет пребывания на пастырском служении в Ассамблее Божией, один семейный секрет. Расскажи мне об этом. В первый раз это случилось, когда я еще был ребенком. Я внезапно проснулся от крика моей сестры, после которого мы все побежали к ней в комнату. И тогда моя мать, из-за того, что еще был совсем маленьким, не стала рассказывать, что именно там произошло. Годами позже я узнал, что в эту ночь моя сестра испытала на себе. Это было то, что называется в этом мире как посещение инопланетян. Проснувшись, она вдруг обнаружила около себя трех серых маленьких с большими головами гуманоидов, стоящих около ее кровати. И как только она закричала, они тут же исчезли, как какие-то призрачные, бесформенные существа. Они просто исчезли, как дым. И я это узнал только через 25 лет моего пасторского служения. Я был пастором больших церквей. У меня было много обязанностей, и я ни с кем не мог об этом поговорить в 70-е годы. И потом, шаг за шагом, в результате информации, которая ко мне поступала, я окончательно пришел к заключению, что все это были демонические действия. Почему? Ну, во-первых, это видно из их враждебного поведения. Особенно ясно это из-за того, что когда против них употребляешь имя Иисуса Христа, то их деятельность прекращается навсегда. Из того дня, как моя сестра отдала свою жизнь Господу Иисусу, их деятельность в ее жизни прекратилась. Из этого мы ясно можем видеть, что имеем дело с демонами, а не с какими-то инопланетянами из других миров. Крис, ты евангельский верующий и богослов, и ты был всему этому обучен. В аспирантуре ты специализировался на исследованиях о католиках и реформаторах, и Господь уже тогда готовил тебя для этого вашего совместного труда. Также у тебя были пророческие сны. Расскажи мне хотя бы об одном из них. Когда я принял спасение во Христе, это поменяло мою жизнь радикально. В прошлом я увлекался всяким нечистым духовным знанием, но Господь целиком поменял мое мировоззрение. И когда мои духовные ценности поменялись, и я стал изучать Божье Слово, то Он послал мне сновидения, что Он будет использовать меня в области, о которой большинство христиан боятся даже и говорить. Но вы теперь видите, что это Господь соединил их вместе, создав таким образом отличный исследовательский союз двух ученых. И теперь я имею к вам вопрос. Что там еще раскрыли в доступных вам источниках из Ватикана насчет инопланетян? Это просто не вмещается в мой разум, как это Ватикан может заниматься подобными вещами. Архивы Ватикана писались и собирались столетиями. И я прочитал в этих архивах две главы о давнем интересе Ватикана в вопросе об инопланетянах. У них есть целая теологическая доктрина по данному вопросу. Она называется «Принцип разнообразия», по которому Бог может создать все, что только возможно. И они считают существование инопланетян неизбежным последствием Божьего всемогущества. И ты фактически интересовался работой ватиканских астрономов. И что они тебе сказали? Да, я имел такую необычайную возможность посетить гору Грэм в Аризоне, где находится Ватиканская обсерватория. И там находится так называемый ими Ватиканский астрономический передовой телескоп, при помощи которого ватиканские астрономы изучают дальнее космическое пространство. И по ходу дела, пока мы получали разрешение от Университета Аризоны на посещение этой обсерватории на встречу с астрономами-изуитами, которые там работают, мы также получили доступ к главным астрономам, которые находятся в Риме, включая одного из ведущих астрономов Ватикана, Гая Консолмагну. Ну и что было самое главное из того, что вы узнали от них? Было два самых важных ответа. Первое. Он смело заявил, что очень скоро народы всего мира будут смотреть на этих инопланетян, как на спасителей. Вы слышали, что он сказал? Вы видите, как быстро все это совершается? Мы действительно уже живем в самые последние дни? И так как нам хотелось побольше узнать о том, что они там еще делают, он согласился дать нам еще пять интервью из Рима. И потом он передал нам документы, которые обычно не публикуются для общества. Эти документы освещают богословское учение, которое владеет умами сегодняшних высших кругов Ватикана. И одним из постулатов является то, что Иисус, по их мнению, является сыном детей звезд. А что это означает, «дитя звезд»? Это означает, что, скорее всего, Иисус был отпрыском одного из инопланетян, от которого Дева Мария зачала, когда они ее похитили. Исходя из всего этого, они разработали теперь теорию, согласно которой к нам скоро придет инопланетный спаситель из другого мира. Потерпите, и вы еще больше услышите о той работе в рамках Ватиканского проекта «Люцифер», о которой сообщил этот астроном. Итак, мы продолжим наш рассказ об этом крупном католическом астрономе под номером один, который работает над осуществлением проекта под названием «Люцифер». Что это такое? Там, на вершине горы Грэм, в Аризоне, расположена комплексная обсерватория, в которой находятся три очень мощных телескопа. Один из них современнейшего типа, второй — радиотелескоп, а третий — это большой виногулярный телескоп, который является самым мощным телескопом в мире, с помощью которого получают даже лучшие снимки, чем с космического телескопа на Хаббле. Встроенная в телескоп инфракрасная камера называется «Люцифер», очень странное имя для камеры. Как мы узнали, это название ей дали немецкие астрономы из Института Макса Бланка, и Ватикан является частью этого конгломерата, так что они работают все вместе. И вся эта техника используется в области астробиологии, с помощью которой они ищут инопланетную жизнь. Инфракрасный спектр также используется, чтобы видеть вещи, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом. Вы можете увидеть много кораблей НЛО и разных существ, которых вы обычно не увидите. Расскажите еще, что сообщили вам ватиканские астрономы. Вы находились там целый день и общались там с этими иезуитами и инженерами лицом к лицу. И это было удивительно, как они допустили нас до всей этой информации. И что нас особенно удивило, это то, как они пользовались с Люцифером. При этом часто упоминали про НЛО, которые они таким путем постоянно видят. И мы были удивлены тем, как им уже приелись все эти НЛО. И мы были удивлены тем фактом, что для них эти множества НЛО такая обыденность. Честно говоря, для меня НЛО это нечто, происходящее чуть ли не из области научной фантастики. Когда я рассказал моим сотрудникам об этом предстоящем интервью, один из сотрудников нашего маленького коллектива сообщил мне, что когда ему было 12-13 лет, он видел НЛО, и они посетили его и разговаривали с ним. Статистически, каждый второй американец верит в существование НЛО, то есть в неопознанные летающие объекты. И сейчас мы слышим сообщения о них со всего света. Да, и многие христиане их тоже видели. Мы с женой, когда пересекали горы, видели круглосеребряный предмет, резко спустившийся с неба и выделывавший всякие невероятные пилотажные фигуры. И мы не знали, что это было, ангельское проявление или демоническое, но это точно было то, что люди описали как НЛО. Так что этот феномен для меня реален. А потом мы определяем, что это такое. И он стал известен теперь и Ватикану, и астрономам. Да, но это же демонические проявления. Что общего имеет с этим Ватикан? Да, но они не только это все изучают. Карадо Балдуци, бывший официальный представитель Ватикана, который был их рупором, уже заявлял о том, что инопланетяне существуют не только в других мирах, но и пребывают на Земле. Вы можете найти видео с его речью на Ютубе, где он сообщает итальянскому телевидению, что ватиканские посольства сегодня собирают информацию об этих инопланетянах по всему миру. И они, ватиканские верха, во все это очень серьезно верят, невзирая на наше личное мнение и на то, что думают обо всем этом остальные христиане. И вообще скажу вам, учитывая посещения, которые они совершают, все это, конечно же, демонические проявления из потустороннего мира, которые действуют под маской представителей инопланетного разума. То есть, они не являются какими-то разумными существами с других планет. У них также имеется заговор, целью которого является скрещивание людей с другими видами жизни. Они нам дали столько информации, что нам пришлось использовать труд шести специалистов, которые изучали тысячи страниц материала. И вот, что они нам рассказали о том, как они теперь собираются повлиять на умы верующих. Там есть профессор Испанского университета Рима, и это весьма уважаемый ученый по фамилии Танцелла Нитти, который издал труд, где говорится, «В ближайшем будущем у нас нет нужды отрекаться от нашей первоначальной христианской веры. Однако, согласно знаниям, поступающим к нам из другого мира, как только нам удастся эту информацию подтвердить доказательством, мы должны будем изменить наши толкования и Евангелия». Вот какие сведения мы получили с самых ватиканских верхов. И куда же, по вашему мнению, приведут все эти исследования? Я считаю, что все это неизбежно приведет к великому заблуждению. Они-то, конечно, уже знают гораздо больше того, о чем говорят официально. И они таким путем проводят работу, чтобы в конечном итоге повлиять в нужном им направлении не только на умы католиков, но и на весь мир, чтобы приготовить его к тому, что они замыслили. Вот что я вам скажу. Это информация, которую вы должны переварить в свете Священного Писания. Однако самое важное не то, что вы тут услышали, но самое важное для вас лично знать Бога, независимо от того, придет ли он через минуту или через 20 лет. Религия для вас только тогда будет полезной, когда вы познаете Бога лично. Но сама по себе она ничего не значит. Единственный путь познания Бога это, во-первых, поверить, что Он уже сделал все, что нужно для твоего спасения. Он Мессия, посланный на землю, чтобы умереть за тебя. Он Сын Живого Бога, воскресший из мертвых. И все твои грехи, болезни и немощи были возложены на Него. И ранами Его ты будешь исцелен. Признай Иисуса твоим Господом. Начни молиться простой молитвой. Скажи, Иисус, прости мои грехи. Поселись в моем сердце. И это то, о чем говорит Библия, что это благая весть. И это так и есть. Это благая весть. Прими Его благодать и вкуси, как Он благ. Он благ. Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественно и естественно. На прошлой неделе мы узнали о невероятных пророчествах, похороненных в Ватикане еще 900 лет тому назад, о том, что произойдет с каждым из римских пап вплоть до самого последнего. В этой передаче мы продолжим наш разговор и мы поговорим о тайных планах Ватикана относительно принятия инопланетного Бога, чье имя начинается с маленькой буквы «Джей» под властью последнего папы. В прошлый раз мы говорили о святом Малахии. Крис, я хочу знать, «А папа осведомлен об этих пророчествах? А как насчет кардиналов? Что они думают о них?» Есть много доказательств тому, что они очень серьезно относятся к этому на самом деле. Папа Пий XII, который правил во время Второй мировой войны, выпустил документальный фильм о самом себе, и его название было таким же, как девиз Святого Малахии для папства Пия, и это ангельский священник. И он так назвал фильм уже после того, как Малахия предсказал ему это. Поэтому он не только одобрил, но и провозгласил это. Хорошо, Том, просто вкратце расскажи нам, что на основании тех пророчеств под Ватиканом, которые были скрыты от всех поколений, сказано о последнем папе? Среди ученых, католиков и протестантов популярна та идея, что он будет самым последним папой. И именно тем, кто будет править в Ватикане во время Великой Скорби. Также некоторые католики-мистики считают, что он вполне может быть лжепапой, антипапой и тем, кто вызовет приход Антихриста. Позвольте вам кое-что сказать. Иудаизм, христианство и другие религии сосредоточились на 2012-м годе. Но помните предсказания Майя о конце света в 2012-м году? И все сочли это неубедительным. Но это не совсем то, что говорилось в том пророчестве. Что же там говорилось? На конференции, где я выступал в прошлом году, я говорил людям, не говорите конец света, Майя говорили не об этом. Не об этом говорили от стеки и чиракезы. Все, чей календарь заканчивался в конце 2012-го года. Так что же они говорили? Они говорили, что 2012-й будет концом эпохи, а 2013-й год ознаменует новое мироустройство. И Майя предсказали довольно интересные вещи. Они сказали, что оно будет отмечено появлением на земле двух личностей мужчин, что очень напоминает мне лжу пророка и Антихриста. Также они говорили о своем Боге Болоне Йок-Теку, точнее, о его духе, выходящем из-под земли. И какова функция этого Бога? Он охраняет кости и семя исполинов, находящихся в подземелье. И этот дух начнет подниматься в 2013-м году, производя на свет новый вид человеческой расы. Вы говорите о том, что я читал и над чем неоднократно размышлял в Библии, может быть, и вы читали, о нефилимах, о сынах Божьих, где они вступали к дочерям человеческим и рождали гигантов. Вы это имеете в виду? Это именно то, о чем я говорю. И к тому же проповедники начала века, такие как Джонатан Эдвардс, говорили о годах с 2012-го по 2016-й, как о тех, в которые появятся лжепророк и антихрист. Множество протестантских реформаторов отметили эти годы еще сотни лет тому назад. И не только это, но также и вы признали с вашим еврейским служением книгу «Зоар», одной из важнейших книг еврейской каббалистики. В традиционном лудаизме ее принимают как пришедшую от Бога. Не все в ней от Бога, и я говорю, это как факт, но в ней описывается интересная ситуация. В части «Зоара», под названием «Наука возвещает о Машехе, о приходе Мессии», говорится о 5773-м годе, который по еврейскому календарю начался в сентябре 2012-го года и захватил 2013-й. На самом деле, большинство тех пророчеств очень схожи с пророчествами о Папах. И это будет время, которое приведет к уничтожению Рима. И, что более важно, в это время Мессия начнет открывать себя всем народам мира. И это было еще 700 лет тому назад, когда пророчествовали о том, что между 2012-м и 2013-м годами на Земле начнутся явления Мессии. И это почти та же параллель, которую мы наблюдаем и в остальных культурах, где на протяжении тысячи лет видели именно эти годы, в которые начнется конец света. Говоря о конце света, многие из вас знакомы с явлениями Девы Марии в городе Фатима. О том, как люди ездили туда и исцелялись. Но не все происходило так, как нам рассказывали. Не так ли, Крис? Конечно, нет. А могло ли там находиться огромное размещение ныло? И в Португалии, городе Фатима, в 1917-м году произошло не что иное, как именно это. На поле собралось до 70 тысяч народу. И, как предполагалось, там произошло явление Девы Марии. Но если вы внимательно почитаете описание того, что люди назвали чудом солнца, то на самом деле они видели большой серебристый щит, вращающийся в воздухе, через который проходил целый каскад цветов, целая радуга света. И в 1917-м году у людей в Лексиконе еще не было таких слов, как летающая тарелка. Но для меня описание этого объекта звучит именно так. Но ведь думали, что это сама Богородица явилась в небе. Это была никакая не Богородица, это был шар, точнее, серебристый щит. И тот же самый летающий объект, давайте назовем его правильно, демонический летающий объект, в соответствии с моими записями в 50-е годы 20-го века Папа Пий XII видел то же самое. Расскажите об этом. И что интересно в догмах относительно Богородицы и всего того, что мы не видим в Библии, и того, что было раздуто в теологии за это время. В 50-е годы Папа Пий XII видел шар, висящий над садами Ватикана, тот же самый шар, о котором вы слышали в Фатиме. Местоположение этого непонятного шара или летающей тарелки или НЛО вдохновило его на новую доктрину, в которую теперь должны были поверить все католики, и это, что Мария взошла на небо, так же, как это сделала Иисус в Деяниях в первой главе. Потерпите, и вы услышите об их исследованиях в том, о чем готовится объявить Ватикан касательно библейского пророчества последнего времени, а так же относительно прихода пришельцев на эту землю. Мы сейчас вернемся. Я вам скажу, что касается меня, то я думаю, то есть все мое мышление о конце света, то есть вся парадигма меняется в свете библейских пророчеств, о которых мы сегодня рассуждаем. Расскажите мне о конференции в Ватикане, о собрании ученых, которые собрались для обсуждения инопланетной деятельности. Конечно. В 2009 году Ватикан выделил деньги на конференцию по астробиологии. Что это? Это изучение жизни в космосе. И оно интересно тем, что на самом деле мы ничего не знаем о жизни в космосе, хотя в наших университетах есть программы, при помощи которых вы можете изучать ее. В Рим приехало много известных светских ученых на конференцию в 2009 году. Там были и атеисты, и светские ученые. Они обсуждали такие темы, как межпланетная жизнь, экзопланеты. Что такое экзопланета? Экзопланета — это планета вне нашей Солнечной системы. Итак, ведущие ученые мира собрались в Риме, в Абской Академии Наук, и это в присутствии Папы для изучения жизни в космосе. Говоря о жизни в космосе, что вы можете сказать о жизни на Земле? Том, расскажи мне о людях-гибридах. Это одна из вещей, о которой я не ожидал, что она появится в нашем исследовании. И есть академики, которые верят, что сейчас существует некая гибридная программа, что побудило меня к довольно длительному исследованию. И это натолкнуло меня на один вопрос. В древние времена, когда первые исполины, когда самые первые люди-гибриды, когда их произвели на свет падшие ангелы, и когда они были на Земле, в чем состояла их миссия, их программа? Конечно, это была гибридность, но также и массовое заблуждение и обман, и даже вызов самому Богу. Помните самые древние описания этих гигантов, какими они были высокими? По 6 метров, по 9 метров высотой. Их легко было поймать, верно? Сейчас выпустили один фильм «Джек, убийца гигантов», и оно основано на этих мифах, которые существуют в каждой культуре мира. Это история, что боги сошли на Землю, и боги смешались с людьми. Они взяли генетику людей и животных и сотворили тела гибриды. Теперь вот в чем вопрос. Спустя время, и Библия говорит нам, что Исполины жили в то время, а также после того. И это было время после потопа. Когда мы видим Ого, царя Вассанского, который был 3,5 метра высотой, это, конечно, уже не 6, и не 9 метров. И мне кажется, что происходило постепенное снижение в размерах этих людей и гибридов вплоть до сегодняшнего дня. Они очень даже могут ходить среди нас, и мы можем даже не знать, что мы их видим. И есть академики, которые на самом деле верят, что они ходят среди нас, и даже в то, что они есть в нашем правительстве. Это поразительно похоже на научную фантастику, не так ли? Так и есть. Но почему Голливуд представляет все это в таком привлекательном свете? Да, вы правы. Может быть, это является частью заговора. А может, в Голливуде есть оккультисты, у которых есть план подготовить человечество к великому заблуждению? В Бытие 6,9 сказано о Ное. Наши исследования привели нас к заключению, что то, что происходило в древние времена, может происходить прямо сегодня. Когда я говорю о древних днях, я имею в виду дни Ноя. Это то время, о котором все древние источники говорят, что ангелы сошли на землю и смешались с людьми. Самый лучший источник — это Библия. Она говорит о нефилимах. Продолжайте. Конечно, именно о них я говорю. Было такое время, когда только Ной и, соответственно, его дети в соответствии с Ветхим Заветом были непорочными. Когда вы изучаете, почему пришел потоп, то Писание ясно говорит о том, что это произошло, потому что всякая плоть, как люди, так и животные, были развращены. Поэтому в древние времена происходило что-то, связанное с генетической деградацией Божьего творения. Что имеется в виду, когда в Торе о Ное сказано, что он был непорочен? Это слово на иврите «тамим». Эту фразу используют, чтобы описать непорочного жертвенного Агнса. Здесь говорится о генетике, говорится о ДНК, которое не было испорчено, не было развращено, как ДНК всего остального мира на тот период. Было большое количество браков ангелов с людьми, а затем через эти браки это семя распространялось в течение сотен лет, пока наконец не настали дни Ноя. И он остался единственным, чей генетический склад, чья ДНК, остались такими, какими их создал Бог. И поэтому вы понимаете, почему Богу пришлось послать этот поток, чтобы уничтожить все эти оскверненные формы жизни и послать этот суд в дни Ноя. Иисус же сказал, что будет, как в дни Ноя. О да! А скажите мне вот что. В притче о пшенице и плевелах, о пшенице и сорняках, Мессия говорит, пусть они растут вместе, не вырывайте их. Интересно, а может это сказано о разнице между теми, чья ДНК не была испорчена, и теми, чья ДНК была испорчена через процесс гибридизации этих инопланетян? Как вам кажется? Вы знаете, Сид, прямо сейчас, за кулисами между академиками в огромных масштабах обсуждается вопрос, пришли ли мы к выводу, что среди нас живут гибриды, и если это так, то можно ли их впасти? И это сложный вопрос, который сейчас поднимается богословами, но разве не поразительно? Для меня более поразителен тайный план Ватикана по оказанию гостеприимства инопланетному Богу, чье имя начинается с маленькой буквы G, как имя Джизус, Иисус. Мы сейчас вернемся. Вот что я вам скажу. Очень немногие христиане, будь то протестанты или католики, понимают то, что вы поймете прямо сейчас. Но есть секретные планы по принятию Ватикана как Бога, этого пришельца с другой планеты. Расскажите мне об этом. Когда мы смотрим в библейские пророчества, а там говорится об одном мировом правительстве и одной мировой религии, а потом мы видим, до какой степени мир все еще разделен, и мы должны представить, что произойдет что-то необычное, что объединит этот мир, так сказать, под одним заголовком. Когда Рональд Рейган выступил перед собранием ООН с речью, он сказал так, «Насколько бы быстро разрешились наши противоречия, если бы нам угрожала опасность из инопланетного мира?» И это были еще 80-е, когда он выступал с этой речью перед ООН. И если вы посмотрите на мир вокруг, и во что верят люди, то, например, в Соединенных Штатах, по статистике, где-то 50% американцев считают НЛО пришельцами, посещающими Землю. Недавно такой же опрос провели в Великобритании. Там больше людей верят в инопланетян, чем в самого Бога. Что касается меня, то я считаю, что заблуждение уже в действии, фундамент уже заложен, и наша гипотеза в том, что те начальства и власти, о которых Павел пишет в Ефесянах 6 главе, эти демонические силы уже внедрили в мир эту идею, чтобы мы были подготовлены к великому заблуждению. Почему вы решили, что у Ватикана есть план объявлять об этом? Они же проводят конференции пастора биологии, и они сделали так, что это стало интеллектуальной добродетелью верить в этих инопланетян. И труды, которых создают их теологи, выдают следующую идею, что если вы не верите в этих инопланетян, то вы еретик. Вы говорите о том, что Ватикан будет пересматривать свою позицию в отношении основных постулатов христианства? Что вы думаете об этом? Их теологи написали, что, как они думают, эти существа будут евангелизировать нас. Они считают, что это не они, а мы падшие существа, чтобы мы изменили свои убеждения в соответствии с их откровением. То есть вы говорите о том, что готовятся целые команды для евангелизации и крещения людей и пришельцев. Вы об этом говорите? Если вы посмотрите в интернет, то там сотни статей ватиканских астрономов, которые говорят о крещении напланетян. Ровно сто лет назад наши замечательные теологи высказали пророчества, основанные на их изучении Писания. Расскажите мне о Хокингсе Пембере, который писал об эпохе Ноя. Джордж Хокингс Пембер жил в 19 веке, и он обнаружил параллели между тем, что он видел в одни Ноя и эпохой, в которой жил он сам. И он нашел семь параллельных, указывающих на то, что церковь как бы поженилась с этим миром. Я прошелся по этому списку, и там было описание того, где мы сейчас. Все, что он видел в 19 веке, необычайно возросло. Он говорил, что церковь стала одно целое с миром. И теперь главной динаминацией этого мира назначают священниками гомосексуалистов. Они ставят их в позиции лидерства, но они видели это еще сто лет назад. Да, он видел это. И седьмым в его списке было появление этих существ, которых он назвал происходящими от князя в воздухе, которого Павел называется Таной в Ефесянах 6 главе. И демонический мир с новозаветной точки зрения — это атмосфера над землей. Расскажите мне о других моментах, которые он отметил. Но, во-первых, Пембер видел огромный рост населения. И наше население сейчас очень сильно возросло так, как он не мог себе даже и представить. Также он видел смешение гендерных ролей. И он говорил о 19 веке. Как вам? Звучит знакомо? Для меня очень знакомо. Не думаю, что у него было хоть какое-то представление о том, как далеко это зайдет сегодня. Сегодня у нас и транссексуалы, и однополые браки, и так далее. А что он видел касательно святости? Он видел, что Бог был настолько великодушен и милосерд, что они отвергли Его святость. Я думаю, что мы видим это в идее плюрализма, которая сейчас настолько популярна в нашей культуре, когда все религии указывают на одного Бога. И сегодня в нашем обществе принято для большинства проявлять нетерпимость к разговорам о Баде, о вечном наказании или об исключительности нашего Мессии, и Ешуа. Но вы видите, что все, о чем говорит Библия, писано черным по белому, и это просто нужно разбавить, чтобы пришла единая мировая религия, чтобы люди наконец приняли антихриста. Какой же это заговор? И одна из вещей, о которых он пророчествовал, и о которых вы только что сказали, это недостаток святости, нехватка веры в то, что существует ад, отсутствие веры даже в то, что существует дьявол. И знаете, некоторые из этих вещей сейчас выходят на поверхность, это точно. Я даже цитировал некоторых католических теологов, которые отрицают, что сатана — это реальная сила. Они видят его как некую абстракцию или олицетворение зла. Я хочу, чтобы вы сказали мне, какая самая сильная сторона вашего исследования. Вы оба провели просто обширнейшее исследование. Скажите мне, что было самым сильным, что вы обнаружили в своем исследовании? Когда я слышал ваш разговор «Самое сильное в моем разуме», возникло опять же то, что нам сказали ватиканские эксперты. И это когда у отца Малахия Мартина спросили, почему есть присутствие Ватикана на горе Грэм? И у нас не было времени поговорить о том, что гора Грэм является священной для племен Апачи. Это звездные ворота, через которые они веками наблюдали существа, которые приходят и уходят, и движутся туда и сюда. И это находится прямо в Аризоне. Да, это в Аризоне. И на самом деле их миф сотворения состоит в том, что с неба сошел диск. И бородатый мужчина в этом диске отец творения и был тем фактором, из-за которого гора Грэм и стала, собственно, святой. А когда у отца Мартина спросили, почему Ватикан обосновался на горе Грэм, он сказал, что они используют свой телескоп, чтобы зачем-то наблюдать. И когда у него настоятельно попросили дать ответ, он сказал, что приходит на эту землю. И это будет высочайшей степени важности в грядущие годы. Они на самом деле наблюдают за чем-то через камеру Люцифер, что приближается на планету Земля. Как вы думаете, чего они добиваются? Я думаю, что они могут быть обмануты. Я думаю, они наблюдают за чем-то и думают, что это оно. А на самом деле это что-то другое. Люцифер, я думаю, что это сатана. Иисус сказал, «Сей, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». И он господствует И, конечно, когда Папа Бенедикт ушел в отставку не так давно, над собором Святого Петра два раза сверкнула молния. И это уходит корнями в их систему верований в католицизме. Это происходило, когда Бог говорил тебе, что кто-то из царей должен уйти, и на его место должен прийти новый царь. И это называлось словом «агуризм». От этого произошло слово «инагуру» или «инагурация», означающее вступление в должность нового царя. Вот что я вам скажу. Как говорят дети, это сносит мне крышу. Но вы должны сделать Иисуса своим Господом. Поверьте, что Он простил ваши грехи. Поверьте, что Он ваш Господь и пригласите Его в свое сердце.